вот голосовая часть баяна его певучие язычки чтобы запеть они должны колебаться вибрировать язычки крепят с одной стороны планки а с другой клавиатуру с клапанами они пропускают к язычкам струю воздуха каждый язычок должен петь по-своему а это зависит от его изгиба толщины и размера у этого язычка неверный звук вот теперь он запоет как надо выходит что нажимая на кнопки музыкант управляет вибрацией вибрирует столб воздуха внутри флейты вибрирует воздух внутри волторны и сама волторна вибрация становится чудесной музыкой когда человек умело ею владеет теперь посмотрите такой опыт легкий шарик зароем в песок тяжелые шарики положим сверху а песок заставим вибрировать оказывается тяжелые предметы тонут легкие наоборот всплывают совсем как в воде потому что вибрация уничтожает трение между песчинками и песок ведет себя как жидкость этим удивительным свойством пользуются инженеры вот например нужно провести трубу под шоссейные дороги но рабочим не придется рыть траншею трубу соединяются специальной машиной вибратором вибратор быстро быстро ударяет по трубе и заставляет ее трясти свибрировать труба передает вибрацию земле и замерзшая земля вдруг становится текучей труба проходит сквозь землю а земля просачивается сквозь трубу и вытекает ручейками на ее стыках и эта работа совсем не мешает движению машин по шоссе если твердая земля от вибрации становится текучей то что же будет с жидкостью вибрируя труба часто часто ударяет по воде и вода через клапан врывается внутрь труба как бы вдыхает воду но не выдыхает не пускает клапан с каждым таким вдохом воды в трубе становится все больше она как бы сама себя подталкивает вверх а вибрацию создает вот такой моторчик инженеры использовали и это свойство они опустили очень длинную трубу в скважину туда где глубоко под землей таится вода трубу и подземную воду заставили вибрировать и вода словно сама собой пришла со стометровой глубины а это марширует конфеты они идут по конвейеру но лента конвейера не движется а только вибрирует поэтому конфе прилипают к ней и шагают в такт раз два раз два прямо к заверточной машине завертывают конфеты с помощью машин ну а развертывать их будут по старинке вручную правда никто пока на это не обижается вот сколько полезных и приятных вещей дает нам вибрация но иногда она напоминает о себе самым неприятным образом эта история случилась в старину но люди помнят о ней до сих пор построили через реку мост хоть и деревянный но очень прочный возили по нему тяжелые грузы ходили по нему толпы людей все выдерживал мост но однажды маршировала по нему рота солдат солдаты шли в ногу и вдруг мост стал раскачиваться в такт шагов колебания становились все сильнее и сильнее колебания становились все сильнее и сильнее и мост рухнул с тех пор ни по одному мосту в мире солдаты не ходят в ногу а это произошло не так давно в америке построили большой висячий мост длиною полтора километра когда открывали мост никто и не думал что всего через 4 месяца случится такое подул сильный равномерный ветер и мост неожиданно начал раскачиваться все предусмотрели американские инженеры мост выдержал бы самый сильный ураган но вибрация которую вызвал ветер оказалась опаснее урагана пытались пригнать машины под их тяжестью мост перестал бы раскачиваться но было уже поздно мост мост ходил волнами около часа и рухнул вот что происходит если не учитывать коварство и могучую силу вибрации она как и всякая сила природы может стать и грозным врагом и верным помощником человека ее нужно знать и умело с нею обращаться но в и а вот и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok